Моя небольшая обновочка. Купила себе две пары вот таких вот шортиков. Они легкие, тканевые. Вообще на лето само-то в таком красивом голубом оттенке и такой салатовый. Классные здесь кармашки. В общем, класс. Я уж на самом деле брала такие шорты. Вот они. Но не угадала с размером. Это 46-й. Они реально огромные просто. И не знаю, что с ними делать. Надо как-то их подшить или что. Такой темно-синий цвет. Думала взять такой же, но не было размера. И вот эти вот салатовые. Тоже красивые. Сейчас померю их. И вот вторые. Только два размера было в таком оттенке. Другие либо большие, либо маленькие. В общем, не знаю. Мне нравятся. Класс. Знаете, сколько стоили? Сейчас по скидке. Вообще их цена 15 евро. А купила за 10,5. И вот насколько с размером я не угадала. Сначала мерила, все хорошо было. Первые мои шорты, да. Потом они растянулись. И, короче, ужасно просто висят. Вот это вот новое. Внизу старое. Посмотрите, насколько они больше. Просто. Вот гигантские. На мне висят, как непонятно на ком. Вот. Так что сейчас я уже брала 44 размер. Это вот 46 были. Вот эти мне нравятся. То же самое. Цена 10,5 евро. Такие вот шорты. Классные. На лето вообще просто огонь. Можно куда хочешь их одеть. Комфортно и удобно. Настирала тут целый-то особый. Сейчас буду выставлять. Сушить. Вот эти, кстати, Юрины вообще-таки обычные кеды. Помню, 4 евро. Мы их покупали. Уже сколько раз стирала. Сколько он уже их носит. Вообще отлично огонь. Не знаю, что стельки в этих всех всегда тут скатываются. Ну, сворачиваются. Ничего страшного. Купили ему такие же новые. Вот эти уже добьет своими походами. Баскетбол или еще куда. Тут вот на окошке все сохнет хорошо. И уже новые мы купили. Себе тоже купила белые тапочки. Такие новые. Давайте уже, наверное, сразу покажу. Такие вот обычные, как у меня, розовые есть. Но у них немножко другая подошва. Не знаю, они такие какие-то более здесь плотные, более закрытые. Не знаю. Возможно, разносятся, будет получше. Пока я их еще не носила. Тоже какие-то копейки стоили, по-моему, на скидке 4 евро. Но они такие удобные, классные. Просто обожаю. Вот они здесь стоят. Навюсенькие. Еще даже ни разу не носила. Вот эти мои тоже новые покупала. Тоже за какие-то копейки стоят. Пока, не знаю, ждут осенью, зимы. Пока что все-таки они плотные. Тяжело их тут носить в жару. Такое все эти кроссовки. Не знаю, мне очень жарко. Так что пока это все здесь стоит. У нас где-то там, Юрина, новые черные кеды тоже стоят. Яра тут барабанит. Смотрите, на 8 еврочек с фруктовой лавки. Два огромных арбуза. Две такие средние дыньки. Взяла морковку для супа. Яблок давно не брали, что-то захотелось. Такая большая гроздь винограда. Немножко томатов. Два манго. И вот такие вот прогвайские персики. Могу по ценам рассказать. Два арбуза, полтора евро. Вот эти. Пофиг, какого размера вот. Два арбуза, полтора евро. Две дыни, полтора евро. Килограмм 99 центов. Килограмм 99 центов. Килограмм 99 центов. Полтора евро. Виноград. Евро 60 или евро 70. Манго за килограмм. Ну и морковка там тоже, по-моему, евро. Короче, в основном все по евро за килограмм. Ну да, вот два арбуза, полтора евро. Представьте, две тыни. Поэтому человек на 8 евро вышел. Объедаемся, как я уже говорила, миллион раз фруктами. А не внутрь арбузика. Юра уже разрезала, посмотрите, какой. Аж треснул внутри. Прям просто. Сахарный-сахарный, это другой, который. А тут еще вообще звонки. Да. Будем сейчас пробовать. Ну-ка, сейчас попробуем. На-ка, тебе, дорогая. И семечек нет, если не обратили внимание. То нету семечек по арбузам. Офигенно сладкий, но он в солнце прижал, очень теплый, противнояс. Сахарный, как надо. Но теплая. Не люблю, нужно охладить, но ущерб, бомба просто. А это Юра так сходил за фруктом, посмотрите. Мы жарко. Повернись. Это просто как здец. Юра еще хочет куда-то пойти гулять, а варуне. Извини, пожалуйста, посижу домом под кондером. На стене 38. Ужас, просто. Села тут напротив окошка поговорить с вами. Сейчас такой ветерок дует. Хорошо. Дочереет уже. Что-то. Пишет кто-то. Ладно, потом. В общем, хотела ответить на такой вопрос, который мне задают почему-то очень часто. В инстаграм. В общем, и здесь тоже спрашивают. Что мы вообще думаем дальше. Как мы будем дальше жить. Почему мы живем здесь. Почему мы там, не знаю, не снимаем. Или еще что-то. Как бы обширно я в этот вопрос вникать не хочу. Отвечу так, что пока нам здесь жить удобно и комфортно. Но не в плане там удобно, что вот прям меня там все устраивает или еще что-то. А в плане удобства то, что мы сейчас учимся. Мы учимся каждый день. Здесь очень рядом находится школа. Здесь рядом, в принципе, все, что нам нужно. Все необходимые здания, заведения, магазины. Все, которые нам нужны, находятся здесь. Ну и плюс то, что находится школа здесь. Пока у нас идет курс интенсивный испанского. Я не знаю, будем ли мы учиться потом в школе. Или у нас будет опять онлайн занятие. Как бы я этого не знаю. Поэтому, в принципе, мы пока здесь. Не скажу, что меня там, например, все устраивает. Или еще там что-то не устраивает. Да, меня там многое может быть чего-то не устраивает. Но это как эта жизнь. Это, знаете, это мы, это, ну, не может быть всегда все идеально. Да, мне что-то не устраивает, да. Но пока на данный момент это вот такой самый оптимальный вариант, который может быть, то, что мы сейчас здесь. У нас хорошая комната, мне кажется, да. В принципе, квартира тоже классная, да. Как бы все есть, все хорошо. Как бы, да, есть некоторые нюансы с соседями. Но это может быть, как бы, в любой семье, да, которая живет там не одна, с родными, с родственниками и тому подобное. Все это, в принципе, переживаемо. Все это решаемо. Сколько мы будем здесь еще жить? Ну, я так понимаю, что где-то еще год мы будем здесь жить, скорее всего. Пока мы закончим полностью весь курс испанского. Пока мы решим всякие дела, насущие вопросы, которые появляются. Я думаю, что мы еще будем где-то жить год. То есть, где-то к следующему лету, наверное, после лета, я думаю, что мы уже куда-то съедем. За это время мы как раз-таки поучимся, отучимся. Разузнаем все фишки, все нюансы, все плюшки, все бонусы, которые здесь есть. А здесь их, кстати, есть немало. Куча разных интересных вариантов. Но обо всем этом я буду вам рассказывать совсем не сейчас, да. Буду рассказывать постепенно. Хочется, конечно, поделиться большей информацией, но пока что вот как могу. Поэтому я думаю, что Новый год мы будем встречать здесь. Следующий лет мы проведем тоже здесь. Как раз уже будем шпрехать отлично по-испански. И потом уже, я думаю, что мы будем куда-то съезжать, переезжать. Займемся поисками квартиры, я думаю, уже попозже, да. Понятное дело, не сейчас. Вот, какие будут варианты, что там по суммам, по деньгам, я тоже не знаю. Какие будут законы, как еще с этой пандемией. Ну, мы тоже ничего не знаем, поэтому как-то вот так. Так, надеюсь, ответила на вопрос, который волнует многих. Как и что у нас. Ну, все хорошо у нас. Живем, радуемся жизни, наслаждаемся. Есть и негативные моменты, есть и позитивные моменты. Не все, конечно, здесь освещаю, по крайней мере, сейчас, да. Вот. Вот, но как есть. Поэтому пока что мы остаемся здесь. Вариант, который у нас сейчас есть, нам он подходит, нас он устраивает. И по расположению, и по, в принципе, и по соотношению цена-качество, в принципе, все хорошо. Вот. А как дальше там будет, ну, загадывать не будем, но мы поживем, увидим. Так, посмотрите на эту красоту. У нас сегодня такой мега неполезный, но очень вкусный ужин. И вот такое вот пиво. Эстрея Галисия. Говорят, вкусное. Первый раз взяли в таком вот чемоданчике. Здесь шесть штук. В стекле Юр сколько отдавал, не помнишь? Два, наверное, два с копееками евро. В общем, будем сейчас пробовать. Два, я еще. Ням-ням, класс, вечерок, короче, будет хороший.